здравствуйте с вами программа гипотеза и я лилия илькова сегодня мы с вами будем разговаривать о такой теме как миграция и эпидемии казалось бы странно насколько это все связано миграции в европе и эпидемические процессы поэтому у нас в гостях эксперт вирусолог эпидемиолог доктор биологических наук алексей анатольевич набатов алексей выпускник санкт-петербургского университета выпускник ельского университета много лет работал за границей в частности в европе да алексей сам потом расскажет так больше 10 лет насколько я знаю и очень хорошо представляет себе вот механизм распространения заболеваний в человеческой среде здравствуйте добрый день сначала объясню почему такая странная связка где миграция где эпидемии казалось бы не очень связаны между собой почему я обратил на это внимание я занимаюсь изучением миграционных процессов в европе причем я-то занимаюсь больше вот распространением ультраправых идей усилением и ростом влияние ультраправых партий соответственно там антимигрантская риторика миграционные процессы и специально мониторю итальянскую публицистику итальянские средства массовой информации где-то вот в течение последних полугода мне стало все чаще появляться попадаться на глаза такая информация о вспышках болезней которые у нас считаются и житые детские болезни в частности в италии но на первый взгляд кажется что не может такого быть италия достаточно благополучная страна да поэтому я стал еще внимательнее смотреть изучать данные заходила на сайт роспотребнадзора который вот дает такие данные на декабрь семнадцатого года что по данным европейского регионального бюро всемирной организации здравоохранения ситуация по коре в странах европейского региона остается неблагополучной коре детская болезнь насколько я знаю у нас всех от нее прививают вот но российская федерация то есть роспотребнадзор рф привлекает особое внимание я решил проверить пошла на сайт воз и там в частности данные от 19 февраля 18 года приводятся вообще такие очень громкие во первых в преамбуле которая всегда вот предшествует какому-то отчету пишется что выражается огромная обеспокоенность большим ростом буквально эпидемиологическим заболеваемости в частности корио и приводится такая статистика что больше всего заболевших наблюдается в румынии 5562 человека на втором месте италия 5006 человек на третьем украина 4767 человек на конец декабря еще называлась на третьем месте была германия и сербия которых тоже было приблизительно к 1000 человек тут возникает вопрос вот у меня возник вопрос я понимаю почему италия италия находится на пути миграционных потоков и северной африки это самый такой транзитный путь там действительно очень много мигрантов может быть по поэтому я понимаю почему сербия сербия находится на пути балканского потока балканского миграционного маршрута понимаю почему германия туда пришло потому что в германию хлынул массовый поток беженцев то есть это их конечная точка мне не очень понятно почему румыния мне не очень понятно почему украина и об этом я хочу спросить по италии просто буквального до чтобы продемонстрировать обеспокоенность и те данные которые приводят их на средства массовой информации вот что заставило ну вот например вот такие вот картинки ansa it такое электронное здание итальянское в котором написано италия просто получает черную майку за первое место в европе по приближаясь к первому месту в европе по количеству заболевших да или например вот такой ресурс и соли в индекуа трор и который мне неоднократно рекомендовали мои итальянские студенты он просто пестрит с головками и морбилу но си ферма и морбилу это как раз коль по итальянски не останавливается корь морбилу in aumento растет корь или морбилу но си ферма снова род до 5 козиде морбилу in italia удвоилась количество заболевших кори в италии и таких тут вот на двух страницах у меня прям заголовки статьи причем это только за последние полгода вот и тоже уж не удержусь покажу буквально уже подбирается такая статистика на секунду когда показываются графики вот такие вот то есть уже настолько серьезно что составляются графики по регионам где сколько заболевших сколько процентов тут вот я подробно это разбирать это все на итальянском да и интересно вот причем получается что тут еще цифра четыре с половиной тысячи почти 88 процентов заболевших не вакцинированы да и там собственно поэтому они заболели да вот теперь давайте про это поскольку тут присутствует в количестве заболевших на третьем месте сейчас по данным возда как вот идет украина а с украины у нас очень несмотря на всякие там политические перипетии у нас очень оживленная миграция скажем так с украиной то есть люди постоянно ездят туда-сюда у кого-то родственник тот приезжать на работу поэтому естественно к вам как вирусологу как опытному эпидемиологу вопрос вот эти цифры они говорят об эпидемии или они говорят просто о росте каком-то внезапном там или просто каких-то тревожных цифрах что это так скажем следует различать такое понятие как вспышка и как эпидемия вспышка она она довольно ограничена локально и она не дает так скажем дальнейшего роста это это периодически бывает особенно в странах так скажем которые перестали проводить такую активную вакцинацию против тех или иных заболеваний просто вследствие того что этих заболеваний там очень долгое время не детектировалась то есть потеряли бдительный ну по большому счету да то есть бдительность она имеет обыкновение теряться и сад но другое дело что когда эта вспышка возникает то есть насколько быстро ее локализуют то есть если ее локализуют она не выходит так скажем из какой-то вот замкнутой группы то очень ограничены обычно то тогда это норма другое дело что когда и как правило это еще локализованы и географически когда географически это начинает распространяться и прирост идет уже действительно там два раза в два раза не знаю там за четыре месяца то уже можно говорить и об эпидемии в том числе были цифры вот да что в целом по европе это но это данные итальянского сми на 400 процентов выросли случае за семнадцатый год это много да ну в принципе да это немало так скажем говорить то есть вскоре относительно все просто тут можно все вакцинировать людей по-быстрому и в принципе таким образом это все локализовать другое дело что насколько быстро те или иные следы ответствующие службы смогут развернуться если у них запас вакцины и так далее вот это всегда вопрос собственно это и ограничивает так скажем скорость проведения тех или иных эпидемиологических мероприятий хотя о том что неблагополучная ситуация с корью складывается в европе в принципе об этом уже европе уже говорят не знаю лет 5 если я не ошибаюсь то в тринадцатом по моему году еще в голландии была тоже вспышка локальная вспышка кори в которой в принципе должна была быть таким звоночком для всех а почему она там вот какой считаете то есть это еще это еще не миграционный кризис ну почему это тут трудно сказать обычно европейцы же они не очень любят связывать все непосредственно с мигрантами то есть так или иначе кори она может довольно долго персистировать то есть вирус вообще кори он может находиться постоянно рядом с нами в природе или как он откуда как вспышка начинается и и и кто-то принес либо она постоянно у нас где-то там воздухе витает эта болезнь и люди не вакцинированные начинают болеть и передаваться ну то есть как но по большому счету если мы ударимся так скажем в историю этого процесса то есть очень такая довольно основательная теория то есть нельзя так просто отбросить что корь появилась у человека как следствие домашнего не животных то есть она имеет определенную гомологию с вирусом чумы животных причем довольно высокую то есть нельзя так скажем 30 то что возможно и животные тоже являются в том числе переносчиками а как только мы имеем дело с вот такими заболеваниями которые мы не можем ну не являются абсолютными антропонозами или так скажем допустим можем хотя бы допустить мысль что он является не абсолютным антропонозом то мысль по большому счету с этим не можем сделать ничего это как про чуму то кстати тоже регулярно бывает сообщение что ну чума является чума она просто не является антропонозом то есть основным как раз хозяином они являются всякие суслики и крысы вот те же самые а человек просто попадает в эту среду то есть к точно так же как ну это так скажем общая теория возникновения тех или иных инфекционных заболеваний как правило чем дальше был источник по эволюции от человека тем жестче у него эта инфекция проходит взять тот же самый грипп который сопровождается очень мощной реакцией то есть это могут быть птицы могут быть свиньи вот и чем такая есть теория что чем сильнее человек реагирует на тот или иной паразит тем соответственно больше вероятность того что он человек просто случайно здесь оказался то же самое с холерой который является так скажем компонентом определенных экосистем вот другое дело что когда человек в эту экосистему влезает то как бы холерный вибрион может селиться и на него но другое дело что это случайно и реакция с обоих сторон она очень такая агрессивная а вот насколько тогда мы можем увязывать это с изменением но гигиенических каких-то условий с изменением социальных условий проживания может мы можем сказать что как только например какие-то общественные институты ослабевают внимание там к здоровью людей диспансеризации вакцинация ослабевает и в целом уровень жизни падает у нас но можно ожидать не у нас боже упаси а можно ожидать вот любых там вспышек инфекций и в этом случае мы вообще вот если говорим сейчас о коре у них еще и дефтерия там было и другие ну там всего понемножку упоминается просто уж не хочется все болезни перечислять они не самые приятные насколько можно говорить что эта вспышка или это все таки эпидемии если это на протяжении года если мы видим этот процесс уже на протяжении если мы начнем то с той же самой голландии понимаете когда у нас есть много вспышек это тоже эпидемия голландию просто вы хорошо ну голландию я просто хорошо знаю да но если в тринадцатом году там уже была вспышка, а сейчас вспышки идут по всему Европейскому Союзу, то это можно говорить об эпидемии. Если она географически не локализована. Ну, а тут у нас уже нет локализации. То есть локализовано это когда, ну, вот в каком-то городке, там, количество случаев, там, ну, максимально тысяча. А тут у нас страна за страной. А у нас страна за страной, поэтому причины, то есть связаны эти вспышки между собой эпидемиологически или не связаны, это уже отдельный разговор. То есть они могут быть вызваны, так скажем, ну, в Голландии, допустим, появился вирус из Соединенных Штатов или откуда-нибудь из Латинской Америки, вот, а в Италии, допустим, из Северной Африки. И, в принципе, определенными методами молекулярно-биологическими можно определить, откуда этот вирус произошел. Но в данном случае это уже не важно. То есть тут это говорит как раз о том, что вся система оказалась просто неподготовленной. И таких случаев очень много. То есть если мы поговорим о той же самой Украине, да, то есть... Ну, вот страна постсоветская же, то есть там взрослое население должно быть точно вакцинировано, потому что в СССР вакцинация была обязательна. Да, ну, как раз это в основном детская инфекция, и, соответственно... Не прививая детей. Да, то есть какой-то момент был упущен. Тут еще есть другой очень важный такой момент, который нельзя упускать из виду. Во-первых, это экономическая составляющая, потому что вакцинация, она так или иначе стоит денег, вот, причем довольно больших. И поэтому всегда стоит дилемма. То есть можно... И есть еще один момент, то есть экономически, и с другой стороны, у детишек и так вот этот вот график прививок, он довольно-таки сильно забит. Да, и поэтому лишний раз, так скажем, подвергать, ну, такому довольно опасному воздействию со стороны патогена именно иммунную систему ребенка, вот, то как-то стараются от этого воздерживаться, потому что тут можно не навредить, ну, не навредить, да, основной принцип медицины. И вот эти вот все факторы по совокупности, как правило, приводят к тому, что где-то лет через пять после того, как больших эпидемий или вспышек не было, то есть перестает, ну, то есть политики принимают решение, что давайте мы на этом деньги сэкономим. Вот. И таким образом... И получается вот такая ситуация. Получается, да, вот такая ситуация. Это, к сожалению, это повторяется, и ничему, по большому счету, эпидемиологические службы за долгий период не научились. Повторяются, это вы на основе статьи собственной работы на городе, да? Ну, в принципе, да. То есть я же знаю, что вы работали и там, и здесь, и тут. То есть, ну, вот как раз я начинал свою эпидемиологическую деятельность именно с изучения распространения вируса СПИДа, вируса иммунодефицита человека на Украине, потому что первая страна, которая действительно пошла вот такая вот мощная эпидемия, это была именно Украина. Это какой был год? Это был год 93-94. То есть вот в 93-м году как раз и произошла вот такая вот массовая эпидемия. И по большому счету все вот эти новые случаи, 95% всех случаев в бывшем Советском Союзе, вот, это все потомки тех самых вирусов с Украины. И я вот разбирался как раз, что же там происходит, потому что, ну, были определенные, так скажем, данные, но вот общей картины не было как раз. Вот я и разбирался с этим. Вот сразу вопрос такой. То есть какое время требуется, да, инфекциям, вирусам для того, чтобы начать вот такое наступление на людей? Вопрос. Потому что 93-й год, это ведь у нас совсем-совсем после СССР. Люди еще все привитые, проходившие диспансеризацию, медицинский контроль тогда был, ну, совсем не такой даже, как вот сейчас. И я просто не знаю ситуацию в Европе, насколько пристально там вот за всем этим следят. Люди рассказывают совершенно разные, кто там жил именно, потому что одно дело, ты просто так туда съездил, да, другое дело, когда ты там живешь дня 90-х лет, совершенно с другими вещами сталкиваешься. И правда вопрос, насколько далеко вот эти вот точки от нормального состояния до эпидемиологического? Ну, на самом деле вопрос, так скажем, такой с двойным дном, так скажем. То есть первое, мы никогда, если мы говорим о любой эпидемии или вообще о любом, так скажем, биологическом объекте, мы его должны рассматривать с точки зрения более глобальной, то есть не вот там эпидемия, а страшно. А это нормальный эволюционный процесс, прежде всего. Если мы посмотрим на то, как у нас, допустим, распространялась эпидемия в Советском Союзе еще, то есть первые случаи были открыты в 1986 году, то мы увидим, что по большому счету вирус постоянно, и вообще природа, она постоянно, так скажем, тестирует те или иные ниши, то есть где вирус может пройти. То есть первые случаи это были как раз наши студентки, которые, так скажем, тесно общались с африканцами в 70-е годы, то есть это были первые случаи как раз ВИЧ-инфекции, и как раз их вот в 86-м году и задетектировали. После этого стали, то есть, ну, более или менее умные люди стали, обратили, ну, обратили внимание, что надо смотреть, что среди иностранцев-то происходит. Оказались вообще дикие вещи. Допустим, мой руководитель Андрей Петрович Козлов, он, сидя в Санкт-Петербурге, он открыл эпидемию, очень большую эпидемию СПИДа в Эфиопии. Почему? Да по той простой причине, что оказалось, что чуть ли не 20 или 30 процентов студентов эфиопов, они заражены вирусом иммунодефицита человека. У них там нет. То есть они приехали сюда по обмену учиться, и, соответственно, то есть это была такая бомба замедленного действия. Но как раз этот путь, он дальше не пошел, по той простой причине, что как раз гетеросексуальный путь в тот момент, обращаю внимание, довольно сильно блокировался, потому что противоэпидемиологическая служба, как раз в том числе заболевания, передающиеся половым путем, в Советском Союзе были налажены очень хорошо. И там эти эпидемиологические цепочки раскручивались очень быстро. После этого произошла, опять же-таки, локальная вспышка, а вирус, он продолжает. То есть здесь не пошло, он продолжает дальше тыркаться. То есть оказалось, что гомосексуалисты оказались, так скажем, среди них была маленькая локальная вспышка. Но, опять же-таки, это очень такое своеобразное сообщество, и они очень быстро организовались и очень быстро проявили внутри себя мероприятие. И поэтому из этой, так скажем, серии тоже никуда не пошло. И на все это, это вот буквально 86-й, 91-й, 91-й, вот где-то 91-й, 93-й, это было как раз вот вспышки среди геев. А потом, наконец, вирус нашел ту самую нишу, через которую он может прорваться. И вот оказались наркоманы. То есть, понимаете, и вот это вот тырканье, оно происходит постоянно, этого нельзя исключить, потому что это просто нормальная эволюция. И, ну, в общем, вот можете посмотреть, то есть, насколько это надо. С другой стороны, на Украине, допустим, в 92-м или где-то вот как раз в начале 93-го года решили как раз сократить финансирование на закупку тест-систем. Ну, так как ВИЧ, он неизлечимая болезнь, тут вакцины нет еще, к сожалению. Но детекцию можно было проводить и в свое время там заглушить эту инфекцию. Не сделали. В начале 93-го прекратили скрининг населения. В конце 93-го уже первые вспышки. То есть, год. И все равно социальные факторы какие-то. Во-первых, наркоманы – это все-таки социально неблагополучная группа, да, и сокращение финансирования на какие-то медицинские вещи, оно тоже повлекло за собой. Вот я все-таки возвращаясь к европейской сейчас вспышке кори, да, там, ожидать ли за ней дифтерии, потому что есть вот ряд экспертов, которые говорят, что кори – это еще ничего, вот если дифтерии там следом пойдет, то это будет совсем нехорошо. И тут вот в цифрах, которые итальянцы приводили, было такое, что, например, есть распространение вируса кори среди людей, которые однократно привиты. То есть, или там привиты, но в течение какого-то длительного срока. Поэтому вопрос вот как раз, насколько эта ситуация, она угрожает, в частности, Российской Федерации. Насколько это переносимо? Потому что говорят же постоянно о высокой контагиозности как раз инфекции. Ну, именно в связи с тем, что вот я сказал, так скажем, раньше, то есть ожидать всегда надо. То есть это, понимаете, это как генштаб. То есть у него… Эпидемиологи – это как… Ну, да. То есть у эпидемиологов точно так же, как у генштаба любой уважающей себя страны, у него должны быть уже готовые планы на все случаи жизни. На высадку инопланетян, на нашествие зомби, кстати, я как раз недавно читал. Что зомби высадились. Да. То есть что будем делать, если вдруг зомби пойдут? Причем очень интересная градация зомби и так далее. Вот. То есть к этому можно как угодно относиться, там с улыбкой, можно смеяться над этим, но это работа генштаба. Он должен все это просчитывать, у него должны быть на все случаи жизни и планы. Потому что когда уже гром грянет, уже сочинять планы поздно. Он уже должен быть готов и все должно идти по определенным, так скажем, инструкциям. Совершенно верно. То есть ожидать ли? Да, всегда ожидать. То есть всегда надо быть готовым, как пионеры в свое время. То есть это нормальный, так скажем, еще раз повторю, эволюционный процесс, который мы никогда не должны исключать. До тех пор, пока мы являемся живыми объектами. Ну, потом уже, видимо, бесполезно. Опять же таки, по поводу того, что, продолжая эту историю с Украиной, то есть тут как раз вот эта вот тематика, она, во-первых, более или менее, ее люди еще помнят. И так или иначе это все продолжается, вся эта история. То есть, да, с одной стороны, на Украине действительно не закупались вот эти вот тест-системы в нужном объеме и не проводилось тестирование. Вот. И это действительно было плохо. И это, в свою очередь, привело, так скажем, к возникновению нескольких вспышек, а по дальнейшему и эпидемии. Ну, хорошо, в России-то закупались тест-системы, в России-то проводился этот скрининг, а тем не менее, эпидемия прошла через границу и как будто и не заметила ничего. Вот тогда вопрос, как это все проходит-то, если... И какие основные пути? Потому что я так понимаю, вот, из разговоров с вами, что вирус есть вирус, каким бы он ни был, да, распространение у него, там, будь это вирус чего-то одного или чего-то другого, любой болезни, они распространяются предметом, схожими путями. Верно? Вот. Ну, тогда, если вот... Вы сказали, что европейцы не любят увязывать миграционные процессы и вспышки каких-то заболеваний. Хотя вот, там, я еще тоже приготовила тут статейку из английских СМИ, там написали, что все англичане, которые, жители Великобритании, которые заболели корею, да, они все до этого побывали в Италии. То есть они сразу переявили, что откуда они приехали, что вот у них такого быть не может, а у итальянцев этого в достатке. И итальянский вирусолог, там, руководитель одного из подразделений Миланского института, как раз связанного с здравоохранением, тоже дал интервью газету, в котором сказал, что мне стыдно вообще как гражданину, что в нашей стране такая болезнь, которая, вот, коре, она просто не должна быть. Это не наше, мы где-то что-то пропустили. И вот вопрос как раз, где что пропустили, какими путями, то есть если не миграция, или если отрицается путь передачи с мигрантами, то где еще что может проходить? Либо это вот, я все-таки возвращаюсь к тому вопросу, то, что постоянно нас сопровождает в жизни, любой вирус, да, и как только ослабевают какие-то социальные механизмы контроля за ним, он может взять свое. Ну, а одно другого не исключает, то есть это и то, и другое, по большому счету. То есть, с одной стороны, конечно, руль миграционных потоков нельзя отрицать, но можно сколько угодно, допустим, англичанам винить, так скажем, итальянцев, но заболели-то их граждане. Где же они-то были, зная, что уже по всей Европе бушует корь. Ну, вот, почему не привили? Почему, так скажем, их граждане оказались, так скажем, не готовы к тому, что они не заболеют? Потому что прививка, в принципе, существует, и она работает. Другое дело, что очень часто, и тут опять же такие-то политические моменты, что очень часто и с теми же самыми мигрантами, особенно это касается нелегальной иммиграции, потому что с легальными иммигрантами тут более или менее все понятно, они на глазах, и с ними как раз очень легко работать. А нелегальными иммигрантами, насколько люди хотят ими заниматься, вот в чем проблема. То есть, вот это социальная в том числе проблема. И тут напрямую связано, но это не совсем уже эпидемиология, вот в чем проблема. То есть, с одной стороны, да, это эпидемиологические службы, с другой стороны, тут миграционная служба есть, которая должна как бы этими всеми вопросами заниматься. Но, которая, видимо, просто в таких условиях не очень успевает. С одной стороны, не успевает, а с другой стороны, хочет ли успевать. Вот в чем проблема. То есть, если мы возьмем тех же самых наркоманов, да, которые оказались вот так, ну вот. То есть, вирус нащупал эту нишу, и он пошел через них. Вот, причем очень быстро пошел и не заметил никакие границы между Украиной и Россией. А почему? А потом просто упрещение, что ими никто не хотел заниматься. Потому что наркоманы – это такая социальная группа, вот, как бы они есть, и мы так, фи, вот. Ну, что-то вроде там, такие полубомжи, которыми тоже никто не хочет заниматься. Социальная стигматизация, про которую мы говорили, людям наклеивается ярлык, и они в итоге боятся даже признаваться и боятся обращаться за медицинской помощью. Ну, это да. И то же самое с нелегальными иммигрантами. То есть, если сделать условия так, чтобы их там, ну, по крайней мере, можно было сосчитать, посмотреть и так далее, и чтобы им за это ничего не было, но они все равно в стране. Да, вот, то я думаю, что... То есть, если мы не отслеживаем какие-то процессы, это не значит, что этих процессов нет. То есть, получается, что у нас больше вопросов, чем ответов, вот, на эту ситуацию. Ну, к сожалению, да. И поэтому не надо удивляться, если мы не знаем, что где-то что-то происходит, что оттуда вдруг начинают вылезать монстры один за другим в виде кори, дифтерии, там, вируса, иммунодефицита человека или чего-то. Вот, но, так скажем, это наше собственное упущение в основном. Это, ну, то есть, ну, это, конечно, проблема тех людей, которые уже заболели, да, и приехали из Африки. Вот, ну, понимаешь, приехали из Африки-то тоже нет хорошей жизни. Но, если мы будем этим заниматься, если мы будем отслеживать, что происходит вот в этих вот стигматизированных группах, то, так скажем, жизнь станет гораздо легче, и мы будем знать, какие процессы там происходят. Спасибо. Я думаю, что это тема для одной из наших следующих бесед на эту тему. На тему и возникновения различных вспышек, эпидемий, и, в частности, нелегальной миграции. Это очень интересно. Спасибо. Это был взгляд эксперта Алексей Набатов, выпускник Санкт-Петербургского и Ельского университетов, вирусолог, эпидемиолог, иммунолог, которого мы пригласим еще в одну из следующих передач, чтобы он подробнее рассказал уже о своей работе, в частности, в Голландии, да, в которой он несколько лет прожил, проработал. Большое спасибо. Спасибо. Еще встретимся. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok